Начинается самое интересное. Я нашла помещение. Сегодня еду с прорабом, который посмотрит и оценит весь необходимый объем работы, составит мне смену и скажет примерный бюджет, на который мне надо рассчитывать. И у меня появится дизайнер. Дизайнер это моя подруга Лиза. Вы ее видели в видео в Хазе, ссылка здесь. Смотрим, не забываем другие видео на моем канале. И я думаю, она часто будет появляться теперь в кадре. Потому что она от начала до конца будет создавать визуалы моего проекта. Поэтому поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Отличное настроение. Месяц, месяц. Практически каждый день я смотрела абсолютно разные места. И я очень надеюсь, что здесь у меня все сложится, так как я сейчас запланировала. И, конечно, ребята, я реалистка. И я понимаю, что все наши устные договоренности у арендодателя могут измениться, когда мы будем заключать договор. Поэтому я это учитываю. И у меня нет иллюзий, что 100% это помещение уже мое. Но я надеюсь на лучшее. Вот он в корпусе, в котором помещение. Это еще один въезд, шлагбаум. Вот эти... сколько у нас тут? Три окна на первом этаже. Это окна помещения. Вот оно помещение. Огромные два окна. Очень большие. Это плюс, потому что оно будет светлым. Проделка. Это Лиза, дизайнер. И на зиму. Так. Стены пока растутся. Да, стены однозначно, Лиза. Да, что здесь нет? Ну, потому что эти горы, во-первых, я видела такой пример, когда просто они будут отличаться по цвету, кстати, это плюс, то, что они все будут... Все вереем. Меряем все стены, все углы, все окна, вход. Все-все вереем. Так проходят наши замеры. Вот здесь между 117. 117? 117. 117. Вот так, где рень. Потолок. По сути, если там залишилось, то салишилось, понимаешь? У меня же еще функцию в работе. Нет, нет, это 6. Да, дай бог, если бы не пустого, а на руку с другой. Какой здесь были перепады? Непонятно. Сейчас Лиза и Дима обсуждают все ремонтные работы. Примерно пытаются просчитать необходимые этапы для финиша. То есть перед тем, как сделать полы и покрасить стены, будет много еще чего надо сделать. Пока Лиза будет заниматься ремонтом помещения, я в свое время буду заниматься договором, регистрацией договора и открытием ИП. У тебя же не будет это неплохо. Конечно, это самостоятельно. Потому что речь такое, что ты перед себя представляешь. Сколько высота вот этих городов. Ну и что, начинаются сюрпризы. Сейчас я ездила на осмотр помещения с дизайнером, как я вам уже говорила. И с прорабом, с рабочим, который будет делать ремонт. И встретилась опять с арендодателем, которая до этого мне говорила про 3 месяца каникул. Они для меня были рентабельные, потому что сейчас май. И по моему плану открытие салона я планировала конец августа, начало сентября. Это сезонная активность, это период, когда есть смысл вообще начинать какие-либо открытия проектов. Сейчас она уже говорит про 2 месяца каникул. Тогда у меня получается открытие где-то июль примерно. Мне это не рентабельно. Открывать салон в июле в Москве это ошибка. Потому что наши люди любят уезжать на дачи. Они любят этот период быть где угодно. Только не в Москве, не в своих квартирах. А так как целевая аудитория это основная аудитория, которая живет в жилом комплексе. Это получается очень опасно. Поэтому сейчас я обсуждаю с арендодателем вот этот период, который мы изначально обсуждали. И он мне был интересен. На самом деле, когда я позвонила первый раз по этому объявлению, она мне первое, что сказала, преимущество и отличительная черта от других, о помещении, как раз про вот эти 3 месяца каникул. Поэтому я на них рассчитывала и сейчас... И сейчас это все очень... Моя кошка. В общем, общаюсь дальше и жду теперь ответ. В сегодняшний день, значит, мой дизайнер составляет дизайн-проект. После этого мы уже напрямую будем общаться с рабочими. То есть у нас уже будет готово полностью техническое задание. И мы уже сможем полностью приступать к ремонту. Но теперь у нас еще появляется очередной этап переговоров с арендодателем. Что будет дальше непонятно? Что будет дальше непонятно? Моя кошка. Хотите? Постаруйся. Постаруйся. Мамочка. 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 Покажи свою фирменную привет. Мам? Какая мамочка. Ну, в общем. Мне уже смешно от всего, что происходит. Пока!